Доброго времени суток, друзья, и приветствую всех на канале Airzone Game. Нелегкая занесла меня на проект NextRP, игра про Россию, которая, насколько я могу понять, расположена на базе игры San Andreas GTA. И уже с первых минут посещения этого проекта я понял, что с точки зрения обзора будет все очень непросто. Начиная с того, что здесь нет как такового меню персонализации. Есть выбор между тремя вот этими персонажами, то есть бандит, гражданский или бизнесмен. Я выбрал бизнесмена. Дальше, в зависимости от того, кого вы выберете, идет лор. Но этот лор, который мы сейчас видим, вот в данном случае я приехал на свой бизнес. У меня типа по лору был автосалон. Далее я беру какие-то документы, получаю деньги, еду, и происходит тут ДТП, меня грабят. Ну, в общем, кого бы вы не выбрали, вы все равно придете на начало с нулем. Ну, просто будет другая заставочка. Ну, вы все равно начнете с нуля. В общем-то, и зачем вот это вот все, я особо даже и не понял. Да, может быть, с какой-то точки зрения это прикольно, есть какой-то начальный лор. Но смысла в этом нет абсолютно никакого. Можно было бы сделать, как на большинстве проектов. Вы появляетесь на вокзале, в аэропорту. В общем-то, вот то, что мы сейчас видели. Ну, а зачем это? Вот зачем? Кому это нужно? Ну, и вот начинается игра. И тут вот вторая стадия моего затупления, потому что я действительно не знаю, как можно делать обзор на подобные проекты. Когда я хожу по проектам, я говорю, там, вот здесь не хватает какой-то анимации, да, вот здесь бы сделать как-то покрасивее вот это. А тут об этом и речи быть не может. Тут не то, чтобы про красоту анимации или какой-то местности, локации надо говорить. Тут с настройками-то не разобраться. Я, кстати, так и не смог победить эту игру, потому что у меня почему-то при вращении мыши вправо-влево все поддергивается и лагает. Если мышь не трогать, картинка идет плавно. Но как только ты начинаешь что-то делать, все, идут лаги. А после каждой попытки что-то поправить в настройках, вам приходится перезагружать игру. А когда вы заходите, вас начинает донимать вот эта вот донатная хрень. Постоянно. Я перезагружался раз 6 или 7, ну, для того, чтобы понять, почему же у меня картинка идет ровно, а когда я начинаю вращать мышь, все начинает поддергиваться. Но я так и не смог победить, я не знаю, в чем это дело. Скорее всего, что проблема в моей мышке. Когда-то я перенастраивал DPI, чувствительность мыши, и поэтому, наверное, с этим проектом у меня есть какой-то конфликт. Ну и ладно, пробуем участвовать в этом проекте. И вот как я и говорил, что не знаешь, как его обозревать, потому что, ну, придираться, например, к анимации поездки на мопеде, а мне кажется, что для этого проекта вот такое вот движение на мопеде, это нормально, я так думаю, что лучше-то здесь, наверное, и не будет. И ездить приходится вот такими вот рывками. Ну, вот как можно здесь сказать, да, ну, что-то не очень красивая анимация движения мопеда. Да, она тут везде вот такая вот. Я уже сто лет не заходил в игру San Andreas, и на самом деле не помню, там действительно вот такая вот анимация, ну, подзабыл. Но играть неприятно. И я даже поймался на том, что мне больше нравится бегать. Хотя и анимация бега здесь тоже такая себе. В общем-то, ну, мы устраиваемся на работу курьера. И будем дальше пытаться довозить какие-то доставочки делать. В общем, разобраться на самом деле, ну, не везде легко. Несмотря на всю банальность и такую примитивность проекта, разобраться не везде легко. И есть какие-то работы, в которых я даже не разобрался. Ну и опять это езда. Корявая, неказистая езда. Да, более-менее приятно ездить от первого лица, но все равно это выглядит вот таким вот образом. Серьезно, я не знаю, вот в 2021 году есть ли смысл вообще вот играть в подобные игры. На мой взгляд, вот это лично мое мнение, проще вообще ни во что не играть, чем заходить вот на такие проекты. Ну, раз уж зашли, пробуем играть, но вот сама карта вам вообще здесь никак не поможет. Вернее, она не является помощником. Если вам надо проехать от точки до точки 100 метров, проедете все 10 километров. Потому что вот как вот сейчас я показываю, да, дорога переграждена аж четырьмя преградительными барьерами. И вот вам надо ездить в одну сторону найти, где барьер этот открывается, потом в другую сторону, где опять будет разрыв этих барьеров, потом в обратную сторону до ближайшего разрыва и вот так вот колесить вот таким вот корявым образом. Само построение, вот это вот неказистое, нелепое построение карты с этими барьерами, заборами, преградами очень напоминает проект Радмир. Радмир Раша, где вот там то же самое. Если вам надо проехать километр, то будете петлять, 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 потому что заборы, барьеры, преграды наставили, наставили, а для чего, хрен его знает. Ну, а касаемо самой работы, вот вы сейчас видите, вот я сейчас сделал доставку. И были бы мы в GTA 5, я бы сказал, что ну не хватает какой-то анимации, да. Кстати, вот опять дорога у меня на пути повстречалась. Ехать всего 100 метров, но хрен ты поедешь. Но анимации это вообще отдельная тема. Так вот, и вот опять еще одна доставочка. Если бы были в GTA 5, я бы сказал, да, ну не хватает, а можно было бы дать ему в руку пиццу там или еще что-то. Ну, о чем здесь говорить? Тут даже едет-то он как хрен пойми что, блин. О каких анимациях вот здесь говорить? Перешел я на другую работу. Вот я вначале говорил, что я не разобрался. Так вот в этой работе я не смог разобраться. Несмотря на то, что это примитив, абсолютный примитив, то есть заезжаем на один триггер, устраиваемся. Отдельная эта тема про баланс звука. Звук просто отвратительный на всем проекте. Особенно вот это вот кликанье просто по ушам бьет. И вот триггер, куда нам надо зайти, и написано нажмите левую кнопку мыши. Но ничего здесь не работает. Я нажимал, я даже зашел в настройки, выставил себе и дополнительное действие на левую кнопку мыши. Все равно нихрена здесь не работает. Не знаю, что я делал неправильно, не понимаю. У меня сложилось стойкое впечатление, что это рабочее занятие просто, ну, оно не работает. Потому что на доставщике вот этого курьерской работе я видел людей, а вот здесь нет никого. Наверное, оно просто не работает. Потому что, ну, я не знаю, я все перестроил, перенастроил. Ну, не работает оно никакой, и все. Ну, и, в общем-то, ладно, хрен с этой работой, поехали дальше. А дальше-то, ну, чтобы устроиться на другую работу, мне нужен третий уровень. Ну, уж извините, мне этот проект вообще вот, ну, никак не нравится. Поэтому качаться до третьего уровня, да я и до второго-то качаться не собирался, в общем-то. Ну, мне просто, ну, неприятно смотреть на то, какие здесь анимации кривые, неказистые, неприятные. Вся вот эта вот мультяшная анимация вокруг, то есть вот эта созданная российская атмосфера, какая-то ненастоящая мультяшная. Ну, надо отдать должное авторам, что они постарались, по крайней мере, в одной локации. Вот создать антураж Москвы у них получилось. Да, есть узнаваемые, красивые на всю страну здания. Это да, тут, ну, все равно они, конечно, мультяшные, все равно это как-то неестественно выглядит. Но, тем не менее, авторы постарались, и посмотрите, какие постройки они здесь сделали. Также надо отметить, что на их платформе очень много этих серверов, там, и дальневосточные, и южные, и северные, и северо-западные. И на каждом из серверов много народу, то есть сервера-то популярные. Это я, деревянный, и мне непонятно, как в это можно играть. Но вообще, на самом деле, сервера популярны. Очень много народу здесь играет, развиваются. Но я все равно не могу понять, вот нахрена нужно в 21-м году вот такой вот каменный век. Ну, это мое мнение. И я сюда больше не зайду даже под страхом смертной казни. Но я также должен сказать, что меня сюда побудило зайти одна из бесед с игроком на проекте GTA 5, который, если цитировать его дословно, сказал, вот были же раньше сервера Samp, где не нужен был ни микрофон, ничего, играй в свое удовольствие. Вот я и решил зайти. Ну, не знаю, он меня поставил в тупик, я даже не смог ему ничем ответить. Поэтому, наверное, это все на любителя и о вкусах не спорят, как говорится. Ну, а я же отсюда ухожу. На этом обзор будет закончен. Если кому-то нравятся подобные проекты, заходите, играйте, он открыт, он популярен. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok